Окей, Харикришна, еще раз всем добрый вечер. У меня с горлом проблема, надеюсь, что дотяну я до конца лекции. Итак, какую тему мы с вами проходим? Мы на все темы трансцендентные. И какая? Девять методов пребного служения. Хорошо, какие мы уже прошли с вами методы пребного служения? С Шраваном, Киртаном. С Шраваном, Киртаном, что еще? С Мараном. С Мараном я помню долго остановились на этом. Кто-то задал вопрос, уже не помню, кто, кажется, Илья, да? Да. Мы там, в общем, попытались подробно все это объяснить. Потом, что у нас последнее было? Под Ассевеном. Под Ассевеном, точно. Мы с вами занимались под Ассевеном. Помните, как мы с вами занимались под Ассевеном? Да, мы с Знаки. Только лишь Знаки. А что у нас еще мы говорили о под Ассевеном? Да, то есть под Ассевеном, это и служение в Ашнам, и поломничество, обход святых мест. Служение том, кто дорого, да, Господи, не только в Ашнам, там еще и Тулась у нас была, там, Гуру, Ганга, Ямун, это все, кто дорого, все это имена. Это все под Ассевеном. Омовение в Ганге, Амуне, в Святых Реках. И под конец мы с вами погрузились в транс-медитацию, да? Мы с вами медитировали на разные знаки на стопах Господа. И там много-много благ получили. Вы почувствовали, что вы такие, ну, с благами ушли отсюда? В прошлый раз почувствовали, да? Ну, супер, хорошо. Значит, не зря все прошло. Итак, мы с вами продолжаем дальше. И что у нас там на очереди? Арчином. Арчином. Арчином как переводится? По поклонению Божеству. По поклонению Божеству. Конечно, это большая тема, но мы очень много о ней не будем, наверное, говорить. Дело в том, что это, вот как Святое Имя, это очень сокровенное, вот такая татва, да, Святое Имя, что, что вот эта звуковая вибрация, это есть Кришна, это самое сокровенное. Как Кришна говорит, что я туда вложил все свои энергии, все свои трансцендент энергии. Мало того, что Он вложил все свои трансцендент энергии, Он еще и Сам, это есть звуковой образ Господа, это Он Сам, Святой. И точно так же, как сейчас мы повторяем все эти имена, и нам иногда трудно понять, что это Сам Господь, да, это для нас больше трансцендент и вибрация, иногда нам вносит вкус, иногда нет. Но нам очень иногда трудно понять, что это Сам Господь, правильно же? То есть так же, нам может быть так же трудно понять, что Божество, которому мы поклоняемся, это тоже Сам Кришна. И на самом деле, Альча Виграха, это называется Альча Виграха, поклонение Божествам, Альчамам. Вот как Святоиме, это особая милость Кришна, да, это его считается аватар. Вот до этого мы с вами проходили разные аватары, да, сколько у нас видов аватар? Шесть видов аватар, да. Так вот, Святоиме, это тоже аватары, причем, когда мы проходили эти аватары, то, допустим, Пурош аватары, это те, которые все творят, поддерживают и в итоге разрушают этот мир. Потом Гуна аватары. Сразу хочу спросить, кто-то видел Пурош аватару? Ну так, хотя бы сдалека. Пока нет. Хотя, допустим, говорится, Шердакшавиш, но он в каждом сердце, в каждом атоме, да. Вот здесь рядом, как в Коране говорится, что Господь ближе нам, чем сонная артерия, потому что он прямо в сердце находится. Не видели. Потом есть Гуна аватары. Гуна аватары, это те, которые, ну, стоят за Гунами природы, и мы, в принципе, с Гунами соприкасаемся. Иногда мы понимаем эти Гуны, иногда мы их чувствуем, иногда мы, ну, на волнах эти Гуны не замечаем их, правильно? Но сам, кто-то из нас видел Гуна аватары? Энергию, да, мы воспринимаем. А сами Гуны, там, Шиву, Господа Шиву. Или там Вишну, что-то же Шердакшавиш. Или хотя бы Брах мы видели? Ну, хотя бы Брах на картинке. Ну, ладно, так, осложняется задачей, но пойдем дальше. А, допустим, кто там у нас стоит? Юга аватары, да? Они для чего приходят в этот мир? Да, чтобы дать определенный путь, для определенного века, для, кстати, Юги один путь, для другого века другой путь, и приходят разные Юга аватары. Ну, кто-то встречался, может, хотя бы с Юга аватары, знаете, они же приходили непосредственно на землю. Ну, чтобы дать путь. Ну, последнее Юга аватары, это был Господь Читаниш. Что, никто не помнит, что ли? Не видел? Ну, ладно. Ну, хорошо. Так, кто там? Лил аватар у нас, да? И они регулярно тоже приходят в этот мир. Говорится, что они так регулярно приходят, что прямо, подобно тому, как волны накатываются на берег, одна за другой, Лил аватары. Ну, ладно. Ну, ладно, может быть, не общались вместе. Ну, хотя бы сдалека мы видели. Ну, хотя бы игру, ну, хотя бы конец игры. Я не знаю, ну, хоть что-то от игры, которая устроила Лил аватара. Мы видели вообще? Тоже нет? Вот чё. Я тоже не видел. Но есть хорошая новость. Есть такие аватары Господа, которые настолько милостивы, но настолько милостивы, что они приходят для того, чтобы вступать с нами в личное общение, со мной приставки. Которые блечка, яван, чандала с собакоедами, всё до кучи, в квадрате ещё или в кубе даже. Потому что, допустим, когда приход лил аватары, то они общаются со своими чистыми преднами, но ещё демоны, конечно, получают их особую милость. Но это нужно быть ещё демоном таким, знаете, чтобы ещё заслужить. То есть не любой демон заслужит такую милость, чтобы ему так Господь пролил милость, допустим. Поэтому, какого мы не разберём аватары из этих категорий, то можем понять, что нужно быть особой личностью, чтобы уступить с ними в контакт. Но представьте, Господь настолько милостив, настолько милостив, что эти аватары, которые приходят лично для меня, лично для меня, представьте, для меня лично. Для Мурата, для Домира, то есть для всех. Для Оли приходят лил-аватары, ой, лил-аватары приходят. И они тоже проводят свои лилы. Но уже в этих лилах мы можем участвовать. И что это за аватары? Непосредственно Господь, с которым мы непосредственно вступаем в общение. Первое, это мы уже упомянули, это Святое Имя, это Сам Кришна. То есть, когда мы читаем каждое утро Святое Имя, два часа, это означает, что я и Кришна, Он здесь, в моей комнате, мы с Ним общаемся таким образом. Сначала пытаюсь научиться, Он так терпеливо приходит, чтобы я научился просто вниманием к Нему, об этом говорится, внимательность нужна благодаря им повторительности. Сначала мы этому учимся, чтобы быть хотя бы внимательным по отношению к Господу. Это одна аватара особо милостива, причем говорится, что Святое Имя, это самая милостивая аватара Господа. Есть еще одна аватара, тоже очень милостива. Это Ача Виграхов, это аватара Господа. Он специально приходит для своих бредных. Нет, я про Ача Виграхов, про Божества. То есть это аватара Господа, непосредственно. Она приходит для нас, потому что для того, чтобы увидеть Господа, необходимо духовное зрение. Наши глаза должны умещены быть в бальзамовой любви Бога, чтобы увидеть непосредственно Господа. Но кто может этим похвастаться среди нас? Но при этом, несмотря на то, что у нас нет таких глаз, чтобы увидеть духовную форму Господа, несмотря на то, что у нас еще сердце, ну там настолько далеко от любимого, тут еще нас раздирает, там, не знаю, гнев, вожделение, жадность, там, гордость, зависть, правильно же? И представьте, Господь приходит, чтобы иметь дело с нами. Он приходит в этой форме, Ача Виграхи, в форме Божества. Поэтому, конечно же, это очень сокровенное, очень сокровенное знание. Поэтому не все это понимают. Не все это понимают, что Господь может проявиться в этом. То есть в изображении. И это не сентименты, потому что под этим стоит та же философия, под этим стоит определенное объяснение, как это происходит. Потому что вроде как форма материальная. Мы взяли вроде бы как камень, да, или взяли вроде бы как металл какой-то, из него вылили кого-то. И сказали, это Бог, да. Ну разве это не идол? Кто-то может сказать. Правильно же? Ну вот, этому есть объяснение, потому что Господь настолько милослив, и при этом настолько могущественный, что Он может духовную энергию, вернее материальную энергию, трансформирует в духовную энергию. Именно поэтому просад, Он просад. Именно поэтому. То есть мы берем материальное яблоко, или материальный помидор, предлагаем Господу, Он становится духовным. И мы это чувствуем. Если мы регулярно принимаем просад, мы чувствуем равенство между духовной пищей и материальной пищей. Она становится духовным. Берем благовоние, которое сделает из материальных трав, ароматических. Предлагаем Господу. Вот этот аромат, после предложения, становится духовным. Мы очищаемся. Если мы с правильным сознанием, то есть с этим соприкасаемся, то мы же чувствуем в сердце, что наше сердце наполняется же. Ну, мы чувствуем вкус духовный. Есть же у нас такого? Или там цветок? Такова потенция Господа. Он может из материальной, везде, духовной. Поэтому Он может, это из вояне, которое делает преданное, Он может делать божество, но это может стать Он Сам. Есть два восприятия божеств. Одно восприятие такое, Господь в божестве. Есть другое восприятие божества, что божеству и есть Господь. По-настоящему, когда мы понимаем божества, мы как раз вот это осознаем, что это и есть Господь. Он нам отвечает. Он принимает наше поклонение. И тот, кто регулярно служит божеством, то есть вы его не переубедите, что это не Господь. Вы его не переубедите, потому что он каждый день получает этот реальный опыт. Может, даже логически, можно все, что угодно разбить или все, что угодно доказать. Но если у вас есть опыт ответа, как Господь вам отвечает, то ваша вера просто не зыблит. И вот Господь, это одна из Его милостивых форм, потому что приходит для нас, потому что мы предные, которые хотят, мы еще материалистичные предные, наши еще, повторяюсь, глазами мощный бальзам любви к Нему, но мы же хотим Ему служить, причем лично снаслужить. Представьте, чтобы получить возможность лично служить Господу, нужно как минимум подняться, но не прямо это, знаете, чтобы войти уже в личное служение Верховному Господу. Так мы еще даже на уровне анархо-неврити, на уровне Бажина-Крии, мы можем уже непосредственно лично служить Господу. Если мы поклоняемся Ему, на алтаре, если мы поклоняемся Ему как Божеству. Есть много историй, через которые Господь подтверждает, что я не из вояне, это я, это сам Господь. Просто это моя милость, что я прихожу в эту форму, чтобы ты имел возможность меня созерцать, чтобы ты мог на меня медитировать. Потому что иначе, если нет этого, то как думать о Господе? Очень сложно. Наш путь, как Прабада говорит, он стоит на двух рельсах. Одна рельса называется Багда Марк, а вторая это Панчаратр Гарабидхи. И Багда Марк это больше путь уже для людей, которые спонтанно, они привлечены к Господам и служениям Ему. Игра в Багда Марке относится к повторению святого имени, к Багда Марке относится к проповеди сознания Кришны, к Багда Марке относится, когда человек видит, для него Господь приоритет Шамад Багава, знаете. Итак, Багда Марка это когда человек непосредственно уже в контакте с Господом. Когда он повторяет святого имя, он вступает в контакт с Господом, он его воспринимает в виде формы, это для него поклонение, это для него общение с Господом. Когда он читает Шамад Багават, то есть для него проявляется в этом Господь, когда он проповедует, в этом присутствует Господь, это все Багда Марка. Но Багда говорит, что мы пока идущие по пути в Адди Багде, мы не сможем следовать просто Баатамархи. Очень сложно. Очень сложно, если просто у нас есть святого имя, просто у нас есть Шамад Бага, там очень сложно. Поэтому очень важная рельса вторая, для устойчивости, это подчаряд река Витхи, когда мы можем поклоняться Божествам, потому что это нас очень сильно очищает, когда мы вступаем в катаргуста, когда мы стоим перед ним, когда мы поем, поэтому очень важно для нашей духовной жизни вот это соприкосновение с Божествами, потому что это Сам Господь. У нас же есть опыт, что есть разница в помещении, где поклоняются Господу на алтарях, где не поклоняются, правильно же? Мы же чувствуем разницу, когда мы с города приезжаем, допустим, на ферму, где поклоняются Любовью Гирираджу. Гираджу нависим Ковара Хадеу и гор не тает, там еще Виндадель, еще и Праупады. Мы же чувствуем разницу, так же же? А почему? Потому что они там, они там непосредственно. Мы с ними непосредственно вступаем в контакт и можем им лично служить, представьте. То есть я неофит, еще не имеющий никакой любви, я уже могу что-то делать для Господа, лично для Него. Потому что Божество это личность, конкретная личность, он где-то там, он здесь, здесь непосредственно, на алтаре. Такое могущество, он может проявиться в этом. Есть, конечно, Божество самопроявленное, есть Божество, которое приглашается Господь, делается извояние, причем сразу хочу сказать, что это должно быть извояние авторитетное. То есть я не могу себе что-то придумать в голову и сделать что-то такое и сказать, это Господь. Оно должно быть авторитетное. есть такая шастра, называется Схапани-шастра. Она как раз для извоятелей божеств. И там четко описаны все вот эти вещи, все формы. Конечно, Чистый Пред еще может придумать форму Господь, но у него есть такая полномочия. Вот, допустим, вот эта форма Кришна Баларама, да, во Вриндаване, то есть вы не встретите Схапани-шастра. Но она стоит на алтаре, потому что эту форму придумал Шила-Правпана. То, что он увидел, то он изобразил, вернее, попросил, чтобы изобразили. А так, но все остальные, это как бы композиция, да, что Кришна стоит и Баларама опирается ему на плечо. А так, все пропорции, они должны быть соблюдены, есть определенные пропорции, когда делается Божество, есть определенные правила, как делается Божество. Это должно быть все соблюдено, соблюдено. я, наверное, думаю, что вы знаете эту историю про того, как извоялось Божество Нарисим Хадева. Даже все же слышали, наверняка. Нет, не все. Кто не слышал? Это интересная история, много раз показывает, что это не просто так, знаете, извоятел, это не просто как скульптор. Знаете, скульптор, это не одно то, что Ленина извояет, да, и Божество. Даже вопрос не в сознании, а вопрос в том, что это делается на определенной научной основе, которая описана в Сапане Шастове. Когда были проблемы, в моей поре, так кажется, было в 80-х годах, там какие-то бандиты нападали периодически, гунды, мусульмане, и были большие проблемы из-за этого. И предные подумали о том, что им нужна защитник, им нужен Нарисим Хадева. И они собрались, и, ну, чтобы понять, какая им форма нужна Нарисим Хадева. И они заходили Нарисим Хадеву такого формы Нарисим Хадева, который выходит из колонны. Вот когда колонна расщепляется, он туда выходит, это Нарисим Хадева, это пик его гнева. То есть вышел, это самая высокая точка накаливания гнева Нарисим Хадева, накала. И они подумали, ну да, нам нужен докон Нарисим Хадева, чтобы раз и навсегда. И, ну, чтобы все умиротворилось. И этим занял, это поручили Атмататвию Прабу, это ученик Шилакрупады. И он поехал там в Южную Индию, там как раз с Хапати Брамана. Этим занимались только Брама, с Хапати Брама. Он поехал в Южную Индию, потому что там славились мастера с Хапати. И вот одного из них он нашел, такого достаточно пославленного мастера. Он к нему пришел, сказал, так и так, вот я из Искона, и вот мы хотим такое божество. И он сказал, вау, это ужасная форма, но ладно, я посоветуюсь с духовным учителем своим. У них там парампры свои посыпать. И он пошел с духовным учителем посоветоваться, а ты ему сказал, что? Ни в коем случае даже не связывайся. Такой формы, о такой форме божеств даже на райских планетах боятся поклоняться. Настолько это ответственно там. Потому что, если что-то вдруг там не так, то у них будут проблемы. И у тебя будут проблемы за то, что ты сделал это божество. И у твоей семьи будет проблемы, у всех будет больше. И у меня будут проблемы, у всех будут проблемы. Поэтому отказывайся, и все. И он отказался так очень резко решить, зачем ему проблемы. И от Мататва он так ничем уехал. И потом ему какой-то сон, я уже не помню, что там приснилось, кто-то может меня поправить. И что-то, и хотя была ну как бы отворот-поворот, да? И ну что-то его побудило снова позвонить туда. И он звонит туда, а, даже не звонит, потому что там позвониться нельзя было. А он снова приехал туда. Он снова туда приехал и сказал, ну может сделать, знаете, вот так. А тот ему, да, конечно, какие проблемы. И он так удивился вот такой перемене, потому что такой был резкий отказ, такой решительный отказ был. И тут раз, так без проблем. И тут ему говорит, что моему духому учителю приснился сон. Ему во сне пришел на Весим ХДФ и сказал, ну ты прав, моя форма, вот эта, вот, которую они просят, действительно, в исконье, она действительно ужасная. И да, никому не рекомендую, но и не можно. и потом, когда я приехал отмотать вам, он сказал, хорошо. И вот они наметили, когда он должен снова приехать, чтобы уже забрать божество, там через сколько-то месяцев. он приезжает к стопате и говорит, ну что, во что готово? То на него смотрит так, ты что, с ума сошел? Как? Ну вы же сказали же. Я говорю, я еще камня даже не нашел. Как камни не нашли? Что камней мало? Там как раз место такое, где, в принципе, эти камни добывают. Ты что, думаешь, что это просто какая-то скульптура, что ли? Я должен найти не просто мрамор, не просто камень, я должен найти живой камень. И он нам объяснил, что, какой камень действительно живой. Там, там какой-то звук он издает, когда ты там стучишь, здесь стучишь, там еще какой-то для 100% гарантии должен у жучок какой-то прогрызть там. То есть, там какие-то признаки живой камень. Говорит, я его даже не нашел, ты что? Говорит, ну ладно, а когда найдешь? Ну приезжай тогда-то. Уже от сотовой связи не было. Ну ладно, он говорит, ну ладно, хорошо. Приезжает снова, камень нашли. Но он просто стоит. Он говорит, а что вы ничего не делаете? Ты кто такой вообще? Что мне приходишь, указываешь, что ты должен делать? Ты вообще знаешь, как божества вообще делаются? И он ему объясняет, что да, нашли живой камень. Потом идет долгая медитация на этот камень, на это божество, которое хотят изваять, там считаются определенные молитвы, матом. И этот схопать, он ждет, пока это божество не проявится в камне. Вот когда оно четко, ясно проявится в камне, тогда вот только начинает работа. Он говорит, такая работа идет, но еще не проявился. Приезжай попозже. И он уехал, мататва, и тут, в общем, звонок ему. То он приезжал же, вроде бы как, не дозвонится там, а тут ему звонит. Он поднимает руку, этот схопай говорит, срочно, приезжайте, забирайте, на Симхардево, иначе тут все разнесет. Оказывается, он уже сделал, и там все произошло. Он сделал это божество. И я уже не помню, он ему встал тогда в глаза? Нет. Сразу сделал. Сразу, сразу в глаза. Так не сделал. Ну да, он сразу ему встал в глаза какие-то там красные, рубиновые, не помню. Встал ему в глаза и пошел к друзьям, в общем, ну как-то он уже встал, хотел расслабиться, отдохнуть, поговорить, то и о сём. И как раз дождь шел, сильно дождь шел, и вдруг прибегают соседи говорят, ты что сидишь, там у тебя все горит вообще. В дождь, представьте, там такой прерывной дождь был, и там все у него полыхало, хотя предпосылов для этого не было. Там вся его мастерская, она сгорела, где стоял Нарисим Хадель. Вот такой. И тогда он понял, что Нарисим Хадель не терпится быстрее, это сам. И вот он приехал, а там же штаты жил в Индии, и там в принципе штаты в штат сюда перевозить, это целые бюрократические проволочки. Всё было как по маслу. Стоило только показано, Нарисим Хадель вот, всё, они быстро проезжали. Вот так вот Кришна проявляется. Вот это божество. Есть современная история, её рассказывает Дандрадину с вами, как Кришна иногда проявляется, так что он не просто из Ваяния. Я уже не помню, что это за храм, он называет этот храм, где произошло. Это есть история ещё в 90-х годах, слышали. В общем, какой-то храм сгорел. Причём, так сгорел, что там всё сгорело. буквально. Одни головишки. Ну, буквально всё. Он так полыхал сильно. А там божества были сделаны, представьте, из воска. Они из воска были сделаны. И там было такое, конечно, приемные пытались спасти божества. Прыгали в вагон, и оттуда просто вытаскивали, потому что это верная смерть. И там была такая температура накала, что там всё, даже всё железо, она где была, она всё поплавилась просто. И над божествами были такие железные, в общем, лампы, ну, как там, светильники, да, они все поплавились. Все поплавились. В общем, всё сгорело. Всё сгорело, кроме, кроме божеств. Из воска. Из воска. Хотя над ними железные эти, они поплавились, они потекли. С ними ничего не произошло. Ни с волосиками, вы же знаете, там волосики такие, у божества. Ничего там, даже не подшмалилось. Ни с чем-то. Ни с одеждой, ничего. Даже на них была гирлянда такая. С ней ничего не произошло. Там даже остались кабельки росы. Можете себе представить. Так Кришна проявился. Я не знаю, почему Он спалил храм, но для того, чтобы так о себе заявить. В общем. Но такая история, это, друзья, мы с вами хорошо рассказывали. Конечно, много классических историй о том, как Господь проявляет себя в божестве. Он говорит, что это Я. И они из вояния, на самом деле. Самая классическая, любимая история моего гуру махраджи, это про Сахши Гапала. Знаете же, да, эту историю, Сахши Гапала? Она написана, читая черепа. Сахши означает свидетель. Кто не слышал эту историю? Это удивительная история. Я тоже ее подзабыл. Но будем походу вспоминать. Но детали там, интересные детали просто в этой истории. Суть истории такая, что одни предные, там два брамана, один подживой, другой молодой браман, они совершали паломничество. По разным местам ходили, проявники были и так далее. И под конец они пришли в Матхуру, обошли там все 12 суток у там Вриндавана. И потом они остановились в самом Вриндаване. И там на месте храма, где сейчас храм Гавинды, да? Кто-то, если был в Ринан, знает такое большое здание. Такой большой храм Гавинды. Там стоял храм Сахши Гапала раньше. До Гавинды. Там стоял храм Сахши Гапала. Но тогда он не был Сахши Гапалом. Сахши его стали, когда звать после этой истории. Его звали Гапал. Это божество. И вот они были настолько поражены красотой Гапала, что они остались там ночевать, в общем. И все паломничество, этот молодой браман, он служил пожилому браману. Постоянно служил. И тот был настолько доволен, пожилой браман, что ему сказал, я так хочу тебя благодарить. Я хочу отдать за тебя замуж свою дочь. Молодой браман сказал, как, это невозможно, говорит, лучше не делай такое обещание. Это невозможно, потому что, но я из, как бы, ты из прославленного рода брамана. Я же без такой, ну, не то, что безродный, там, но место из более низкого рода брамана. Ты богатый, я бедный. Ты, ты очень образованный, я малообразованный. Поэтому, да, даже если ты хочешь отдать мне замуж свою дочь, но твои родственники, они это не позволят. Нет, я тебе говорю, это я сказал, все, все, что я не говорю, моей семье, все делают, ты что? Говорит, ну, прости, знаешь, вот как помнишь, вот эту историю, он говорит, помните, как Кришна украл Рукмени, да? Там, ее отец Бишмака, или Бишмака, или Бишмака, каждый по-своему произносит. В общем, он же хотел за Кришну отдать Рукмени, но там, там его старший сын Рукми, он запротестовал, и Бишмака, ничего не мог сделать, он подчинился его старшему сыну. Он говорит, точно же и ты, ты сейчас вот говоришь так и так, а на самом деле, все по-другому произойдет. Нет, это я сказал, так вот сделано. И что говорит Браман, этому молодому, пожилому? Говорит, хорошо, пойдем Капалу, и поклянись, призови Капалу, свидетель, поклянись перед Капалом. И Браман пришел, они пришли к этому Капалу, и пожилой Браман сказал, дорогой Капал, пожалуйста, я хочу, я призываю тебе свидетелей, чтобы ты был свидетелем того, что я, ну, обещаю этому молодому Браману отдать свою дочь, красавица. и молодой Браман тоже Капалу. Говорит, дорогой Капалу, я знаю, что будут проблемы. Поэтому в нужный момент я ожидаю, что ты засвидетельств того, что тот и сет. Интересно, что у монастырения молодого Брамана, он не то, что он хотел себе молодую, красивую, знатного рода, богатого. Нет, он просто, почему это сделал? Потому что он видел настойчивость пожилого Брамана и знал, что обязательно будут проблемы. И он знает, что если этот Браман, он нарушит свое слово, для Брамана правдивость, это прежде всего, то этот пожилой Браман, он просто будет деградировать из-за этого. То есть его духовность, она будет подвержена опасности. И просто сама мысль о том, что это может произойти, она была болезненна для молодого Брамана, поэтому он и Саша Капала призвал и сказал, если что, ты мне должен помочь. Такая у него была вера, представьте, в божество, что это сам Господь, и он обязательно поможет, обязательно свидетельствует, когда нужно будет. И когда они вернулись, так оно и произошло. Потому что пожилой Браман, он когда объявил это перед своими родственниками, там такой переполох начался, они сказали, ты что, с ума сошел? За вот этого что ли? Это же позор вообще. Ну, то есть нас засмеют, ты что? То есть, чтобы мы объединились с этим родом, как ты мог такое вообще пообещать? Это родственники, а, ну, а там был, получается, супруга, но дочь и сын. Они все сказали, а мы вообще принимем яд и тело оставь, если ты это сделаешь. Мы обещаем, вот. И Браман, думаю, пожилой, вон попал. И он в таком, в таком шоке, он был недоволен этой ситуацией. Потому что он хотел действительно отблагодарить молодого Брамана. И в то же время, ну, то есть он поклялся перед копалом. Он был чистый пренг. Он подумал, Боже мой, копал, пожалуйста, ну, как-то сделай так, чтобы произошло все по твоей воле, как должно быть. И тогда, тогда сын сказал отцу, в общем, а отец начал говорить, как, вот что, я обещал копалу там, я уже всему пообещал там, вот что, как я могу нарушить свое слово? И тогда старший сын сказал, что, отец, ты можешь не врать, ты просто скажи, я не помню, а я все остальное возьму на себя. Не переживай. И вот, когда пришел молодой Браман, потому что он почувствовал, что так оно все и происходит, что пожилой, но у него проблемы. И для того, чтобы спасти пожилого Брамана, и он пришел и сказал, так и так, ты же обещал. Обратно же речь не шла о нем, он хотел спасти просто пожилого Брамана. А Браман просто молчал, просто не отвечал ему. И тогда на него наскочил отец и начал на него орать, ты кто такой, ты негодяй. И тот собрал всю деревню молодой Браман для того, чтобы все-таки когда-то через общественность надавить на большого, на старого Брамана. И когда уже вся деревня собралась, и вот молодой Браман объяснил ситуацию, и спросили пожилого Брамана, что скажешь? Он говорит, я не помню. И тогда молодой включил, сказал, это негодяй. У пожилого Брамана, ну, он молодой, имеется в виду, он негодяй. У моего отца у него была большая сумма с собой, он его накормил какой-то, какой-то мутью там, что он, теперь еще и рассудок помнил, он не помнит ничего. А он не забрал деньги, а ему сказал, что украли воры, а теперь еще хочет и сестру мою забрать. То-се. И тогда молодой Браман говорит, ну, очевидно, что вы врете. А как докажешь? Говорит, у меня есть свидетель. Представь, с верой, как человек говорит. Вот, допустим, даже мы понимаем, что, ну, что Кришна неотлично от божеств. И все же, знаете, сказали, вот свидетель, он все скажет. Это нужно такую веру иметь, знаете. И молодой Браман говорит, а у меня есть свидетель. Мы поклялись перед Гопалом. И тогда пожилой Браман включился, говорит, да, мы поклялись перед Гопалом. Поэтому, интересно, пожилой Браман сказал такую вещь. И это не было как бы с позиции этого сына, этого Брамана, потому что сын Брамана был атеист. Ну, так, Ачария описана, он был атеист. Он ему говорит, пусть Гопал придет и засвидетельствует. Вот, если Гопал придет и засвидетельствует, тогда, ну, все сделаем так, как он скажет. Интересно, что, когда я говорил это пожилой Браман, можем подумать, ну, если бы я такое говорил, это значит, знаете, такая красивая отмазка, ну, как он приведет. На самом деле, пожилой Браман в это верил, что Молдой Браман приведет Гопал. И Молдой сказал, хорошо, я приведу. И все на него так вот. И он пошел решительно по Вриндауну. Это, знаете, за тысячи километров где-то от того места. это все происходило в Видеанагаре, кажется, это место называется. Видеанагар. Это недалеко от Торисы. Это царство было. И он туда, через всю Индию, это восток получается Индию, оно нужно было в центр Индии идти, во Вриндауну. И он туда идет, пристает перед Гопалом, говорит, так и так, Гопал, то-то, то-то произошло, ну, отчет полный, что то-то и то-то, поэтому, то есть, я прошу тебя за свидетельство. Приди за свидетельство. И Гопалом отвечает, он слышит его голос. Он нам отвечает. Ну, значит, так сделаем. Где ты видел, что божество уходит вообще? Поэтому, давай так, ты возвращаешься, ну, туда, в Видеанагар, и просто думаешь обо мне. Снова всех созываешь, и я там появлюсь, и все за свидетельство. И молодой говорит, Гопал говорит, там же половина атеистов вообще. Да, если ты там появляешься, как четырех руки вишну, тебе все равно не поверят. Ну, чтоб ты как, все знаете, как Гопала, чтоб ты появился там, как Гопала, за свидетельство. Гопал говорит, ну, где ты видел, что божество уходит? И тогда Брам говорит, ну, если ты можешь говорить, значит, можешь и ходить. И Гопал говорит, но ты меня убедил. Только давай так. Я, мы пойдем вместе, и ты будешь идти, а я буду идти сзади тебя. Хочу сразу сказать, что это божество достаточно большое, его на руках, тысяча километров не пронесешь. Говорит, я буду идти, ты будешь идти сзади меня. Не так. Я буду идти сзади тебя. Я буду идти сзади тебя, и Молдой говорит, а как я пойму, что ты идешь сзади меня? А ты услышишь звон колокольчиков. И так они пошли. Говорит, единственное, корми меня рисом. Не знаю, как он его кормил, вот так вот, наверное. Потому что было условие, что если ты обернешься, я там и останки. Поэтому он ему говорит, ну, рис, как-то вот так вот, наверное, предлагал. И так вот они шли. Прошли они с ним тысячи километров. И когда они подошли к этому месту в виде Нагора, то Браман подумал, ну, наверное, здесь остановимся. А, он, как бы, в одной версии этой истории, то, что он перестал слышать звон колокольчиков. Потому что, читай, читай, где-то не написано, что он перестал слышать звон колокольчиков. И потом он вернулся, и там Гопал такой, улыбающийся. Говорит, ну, что, зависит. И тогда всех позвали, да, и Гопал, он засвидетельствовал, что так и так, вот все было вот так, вот, да, вот они вдвоем пристали, сказали. И пожилой Браман был просто там в экстазе, полностью счастлив. Что Гопал, ты спал с меня, ты пришел и засвидетельствовал. Потому что он боялся, что его родные, они покончили самоубийством. Потому что у него была такая дилемма в выполнении своего обещания. И что-то они у него попросили. Как же они попросили, они могут остаться тут навсегда? Гопал, он говорит, окей, договорились. И вот эти двое Браманов, старшие пожилые, они стали служить этому Гопалу. И там, когда этот правитель услышал эту историю, он там построил целый храм большой. И там долго-долго поклонялись, это еще задолго, до Господочитания это все происходило, эти события. И там поклонялись с этим божеством. кстати, сейчас он не находится там, не видя на горе, потом его перенесли в Катак. Есть такое место, есть такой городок в этом, в Алисе. Но там с этой историей связана еще одна история. Как он попал в Катак. Хотите расскажем? Конечно. Это уже история про Джаганадху. Потому что он попал в Катак, потому что, как же его звали? Пурушоттама. Сайт Пурушоттама как-то там. В общем, мы читаем, 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 там Махарайш Партапарудра, да? Его отец был Пурушоттама как-то там вот так. Пурушоттама что-то еще. Он был достаточно могучным царем Пурушоттама. И он был великий премин Господа Джаганадхи. И почему? Почему вдруг это божество Саша Капала ушло в Ларису? Он ушел туда по просьбе как раз Махарайша Пурушоттами. Но сначала, прежде чем пристать и просить перед Саша Капала, он сначала до царства завоевал. А история была такая, как было завоевано до царства. Слышали эту историю? Как как был оскорблен Господа Джаганадхи, то он как царь, он идет перед процессией подметает улицу как дворник. Но в Индии считалось, что самая низшая работа это как раз работа дворника. Потому что люди там стопами ходят по этой самой, а там знаете, а стопы самое нечистое место, только у святых это самое чистое место. Поэтому если вот так вот вы все подметаете, то это все на вас, поэтому вы нечистые и так далее. Поэтому этим занимались такие низшие касты люди. И вот Буршоттам. Они между собой договорились, эти два царя, что он ему отдает дочь, вот этот тот, который бредный Ганеша, да, из Бедя-Нага. Отдает дочь, все, они договорились, и тут у них как раз должна быть Радхаятра, и Буршоттам говорит, ну, мне нужно туда, на Радхаятра, а потом мы к этому вопросу уже плотно вернемся. И он пригласил царя на Радхаятра, говорит, нет, я не могу сейчас готовить свадьбе, сейчас поедет мой министр, самый ближайший, премьер-министр. И он вместо меня там, в общем, по фестивалю. Итак, Радхаятра и традиционно Рушоттам Махараш, он подметает перед господом Жигнат. И когда это увидел, увидел этот министр, он подумал, как так? Это же не царь, это же дворник. Это что? То есть дочь царя должна выйти за дворника, что ли? И он огородами раз возвращается в этот, в Ведянагар и говорит, знаешь, а Пуршоттам это дворник. Ты на самом деле хочешь отдать свою дочь за дворник. И тогда этот царь бросает Пуршоттам и говорит, моя дочь, она разрывает помохку, говорит, моя дочь не выйдет за дворник. И Пуршоттам оскорбился очень сильно. Он оскорбился не за себя, он оскорбился за Господа Жиганат. И тогда он собирает войск и идет в это царство и проигрывает битву. Хотя вроде бы за Господом Джиганат, но проигрывает битву. И он только в шоке возвращается, предстает перед Господом Джиганат и говорит, Господь, я же вроде бы как ради Тебя пошел, чтобы как-то Твую честь защитить. А вот так вот как-то неожиданно. И тогда ему к Джиганат говорит, а ты меня вообще спрашивал Болосовей? Он говорит, ну вообще-то нет. ну тогда проси. И ему Господь Джиганат сказал так, что собираю второй раз армию, я буду сражаться на твоей стороне. И этот слух пошел по всей аресии, что Господь Джиганат будет сражаться. И кто хочет в эту армию, представь, с Господом Джиганат в эту армию сражаться. И там все, знаете, такой набор был как никогда. Все набрались такой призыв на мобилизация такая. Все собрались дружно там. И как же там было? И вот они пошли снова на это царство, и этот царь все беспокоился. А где Господь Джиганат? Ну как понять, с нами, он не с нами? И что произошло? Впереди армия скачала, скакало два всадника. Один на белом коне смугловатый, другой на черном коне беловатый. Ну вы же догадались. И в общем они как-то скакали там, и там какая-то молочница, какая-то молочница. Лена Бахту продавала молоко, уже не помню. И в общем они что-то выпили у нее там не весь сколько молока, знаете, в этой молочнице, она сказала оплатить. Они сказали, а мы вообще солдаты пурошотом, он за нас заплатил. Как? А если он мне не поверит, его солдаты выпили все мое молоко? Говорит, ну вот кольцо тебе, вот тебе кольцо, вот это кольцо покажешь, скажешь, что вот твои солдаты, вот по этому кольцам узнают, что моего солдата, и он тебе заплатит. Я не дальше поскакаю. И вот когда войско пурошотом, она сравнялась с этим местом, да, где это молочница, она я не знаю, как это у нее удалось, но есть ряд телохранителей пурошотами, говорит, стоп, вся армия остановилась, она говорит, твои солдаты выпили все мое молоко, надо расплачиваться, пурошотом, а что ты взяла, что это мои солдаты, а вот кольцо, и она показывает кольцо, он берет кольцо и узнает кольцо господа Жиганат, которое они супругой ему подарили, и он чуть с лошади или там с колесницы не упал, он понял, и он сказал, кто это, пиши, как она описала, и он понял, что это господь Жиганатха и Баларама, и тогда он ей подарил, кажется, девять деревень от радости, за это молоко, которое она напоила Господа, и все, когда они пришли к этому месту, там уже двое парней вот этих, они там, в принципе, всю войну и закончили, вот такая история, так он победил это царство в Единагре, и тогда он пристал перед Сахшем Капалом, будучи в чистом преме, он начал молиться ему, пожалуйста, ну пожалуйста, ну прийди в мой царство, я тебя очень прошу, и он ему поклонялся, и так далее, и тогда Сахшем Капалом сказал, ну ладно, убедил, едем в твое царство, и там с этим еще связана история, что когда они в Катак прибыли, и там был построен храм для Сахшем Капала, то перед ним пристала супруга, а там это не вся история, когда он вернулся, я историю закончил, надо же закончить историю насчет женитьбы и порошотом, и в общем он заявал это царство, пленил этого царя, и говорит, я забираю у тебя твою дочь, раз ты хочешь, чтобы она, я ее дам за дворника, но я тебе вещаю, за самого лучшего дворника его, и он ее пленил, привез в это самое, эту, его дочь, привез, получается, Борису, и сказал министр, в общем так, найди самого лучшего дворника, и за него отдай ее, он говорит, ну окей, но сердце министра было переполнено состраданием к этой девушке, поэтому что он сделал, он целый год искал лучшего дворника, и потом после очередной Ратхаятры, где Буршоттам подметал улицу, он к нему подошел, вот, наконец-то нашел самого лучшего дворника, то есть сказал самый лучший дворник, это ты, и в общем так они стали мужем и жидой, и вот эта супруга его, она потом пристала перед Сахши Капалом, когда он в Катах вернулся, вернее переехал в Катах, она пристала ему говорит, у него мысль такая крутилась, вот у меня есть такое жерелье, такое, оно в нос вставляется, я не знаю, женщина знает, как-то, наверное, куху там, какое-то жемчужное такое, жерелье, говорит, вот было бы классно, если бы Сахши Капалу подарить это жерелье, но у него же дырочки нету, как там встать, и вот в эту же ночь мне приходит Сахши Капал, говорит, надо, но, говорит, я тебя успокоил, у меня есть дырочка, мне мама, мама Яшодычу в детстве ее проколола, у меня дырочка есть, так что не переживай, внести свое жерелье, и на следующий день они пришли к божеству, действительно, у меня была дырочка, туда вставили, у Кашхадяев до этого не было, вот такие истории про Сахши Капал. У меня есть любимая история про одно божество, хотите, расскажу? Конечно. Это будет последняя история, мы пойдем дальше. Эта история, как же его зовут? Его зовут Джайсена, это величайший царь, царь Джайпур, фактически, это он построил этот город Джайпур, и он его построил как раз, чтобы защитить эти божества Говинда же, Гопал, Гопинанхи и Мадан Махана, вот эти три основных божества, о которых мы говорили когда-то, что они отвечают за разные сферы знания, Санбанха, Бидея, приезжают. Так вот, он построил для них вот эту крепость, Джайпур, чтобы как раз защитить эти божества от этих мусульман. Вот это как раз Джайсена, но рассказ не про это, а про то, что, да, он был могучный царь, причем настолько могучный, что до сих пор хранится меч в музее этого царя, этот меч два метра, и говорится, что я и не видел этого меча, но говорят, что его могут понять только 10 здоровых мужчин, но над тем мечом вот так вот орудовал, знаете, ему достаточно было на голову пустить человека, и с одной стороны падала одна половинка с лошадью, а с другой стороны другая половина, то есть одни маха он был могучным царь, но кроме мусульман, у него там моголов, у него были еще тут поблизости тоже враги, некий там Раш-Син в качестве его звали, такой царь, он завидовал могуществу, могуществу этого Джайсена, Джайсен он был бредный Говиндаджи, и он был очень богат, очень могущественный, а тот был бредный Господа Шивы, и не был такой богатый, такой могучный, и он завидовал очень сильно Джайсену, все время хотел завивать этот царств, они враждовали там уже давно, и у Джайсена была такая вещь, что кроме Говинда же, которому он поклонялся регулярно, то есть он также, у него было собственное божество, это было божество Шиши Радача Масундри, небольшое божество, у него была своя такая алтарная маленькая комнатка, где он сам лично им поклонялся, причем он был настолько привязан к этому поклонению, что он даже издал указ, он каждый день, у него был обед каждый день поклоняться, где-то семи до девяти, он поклонялся этому божеству, и он издал указ, что кто, любой, кто потревожит его в это время, кто отрвет его в это время, тому смертная казнь вообще, что даже не подходили к этому, и зная, что слово царя это закон, поэтому никто не смеется, все государства дела ждали, пока ЖСН, он служил Чичирадо, Чемасундаре, и все ждали, слышали звон колокольчика про десениматор, молитву и так далее, это все проходило два часа, семи до девяти, и вот шпионы Радж Синг, они ну, доложили, что вот такая есть вещь интересная, и она может тебе послужить, и что он сделал, они, он собрал армию где-то 150 тысяч, где-то в два раза, ну, в два раза больше, чем у ЖСН, собрал эту армию и двинулся на там где-то 100 километров, 100-150 километров от Жайпура, и они там смогли перебить все дозорных, да, поэтому они смогли придвинуться к Жайпуру, так незамеченно, в полночь они пришли, это такая громадная армия, и Галкоман еще сказал этому, Радж Синг, мы должны сейчас нападать, как раз все спят, мы сейчас нападем, всех перережем там и так далее, и Жайс Синг тоже убьем, он говорит, нет, говорит, может им мы уже доложили, все равно ночь, все равно на нашей стороне, все равно мы неожиданно нападем, говорит, нет, есть одна вещь, мы нападем где-то в 7-15, как в 7-15, уже было светло, уже они будут готовы, мы будем видны, как на ладони, нет, в 7-15 мы нападем, почему он знал, что Жайс Синг пойдет служить Божеством, каждый день, как он это делает, и вот они в 7-15 не напали, но к тому времени, да, уже знали, что вот, что Радж Синг, он нападает на них, но, Джайс Синг пошел в Божество, пошел в Божество, он закрылся, все, он служил, очень рада, еще на сунде, это стало чуть попозже, понятно, что вот они двинулись, и тогда прибегал главнокомандующий, а без Джайс Синг, то есть, во-первых, у них армия была меньше, во-вторых, он был очень могучным целем, и это было, как бы, как знамя, как дух армии Джайс Синг, потому что, если Джайс Синг с ними, то, значит, они победят, даже с них меньше, и тут Джайс Синг закрылся, и тут они как раз нападают, и главнокомандующий не знает, что делать, потому что он знает, что если он сейчас пойдет, тревожит царя, то у Сикер башка все, и тогда он туда маму, маму же он не убьет, и мама туда, поговори с Джайс Сингом, и мама подходит к дверям, слыша этот звон колокольчик, говорит, сынок, там на нас враги напали, нужно выходить, когда народ защищать, и так далее, пожалуйста, сынок, ну, выйди там, выполни судьбу царя, на что она услышала ответ, там, из комнаты, говорит, это все, говорит, закрутил Радыша Масундера, пусть все это и разруливает, на все его волю, и она вернулась, и этот, говорит, ну, похоже, дела плохи, и вот они начали сближаться, эти две армии, и что произошло, это было в 7-15, получается, и уже 7-30, вдруг резко дверь открывается, выходит суровый Джей Сэнн, говорит, коня отсюда, раз коня подогнал, все удивились, конечно, ему меч принесли, еще второй у него был в запасе, такой же, сел на коня, поскакал, а армия только сближалась, и тут появляется Джей Сэнн, все увидели, вау, Джей Сэнн, и Джей, и он так не останавливая, знаете, прямо врезался в эту толпу армии, и один, даже никто не успел, ни та, ни другая сторона, он один просто, все куда-вот, раз, 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 порубил за час, он всю армию 150 тысяч зарубил, потом, в ножик, на коня, и поскакал обратно, и просто, знаете, все, его армия вот так вот, вот туда проскакал, вот сюда проскакал, и все, а тут уже куча трупов, он, в конце, он, конечно, подскакал к этому рачтинку, там, всех он так вот рубал, там, ему достаточно на движение, а ему, из него, он там, как яблоко на 4 часа, раз, разрубил, и все, и ускакал, потом, также, прискакал, в общем, эти мечи, бас, там, сканя, с лес, и в алтар, ну, закрылся, и, и все в шоке таком, но все такие, джай, джай, слава, 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 это было в 7.30, вернее, в 8.30, так, в 7.30 он поскакал, в 8.30 закончилась битва, и получается, уже в 9, снова уходит Джасинг, такой отзабоченный, говорит, так, коня сюда, все такие, а коня нет, он там отдыхает, ну, другого коня сюда, раздали коня, меч сюда, ну, ну, ладно, а там армия осталась, и он просто собирал трофеи, он туда прискакивает, ну, что тут, кого тут вообще, я говорю, как, ну, что тут, ну, вот, груда трупов, о чем-то произошло вообще, вот что царь, вы же сами, вообще, нас без работы оставили, вы просто прискакали, все сами сделали, ускакали, и даже, если надо уходит, что, что это сделало его божество, рода Шамасун, ра, и, и, вроде бы, это как радостная новость, для него это была очень печальная новость, он бы, ну, боже мой, какой я неудачлив, даже мои враги увидели, пурном даршан, полный даршан, верховного господа, то, которого, я поклоняюсь Господу, хочу увидеть его пурном, полный даршан, его форму, который управляет в игры, все участвовали в его игре, даже враги участвовали в его игре, я такой неудачливый, я всю жизнь поклоняюсь, даже мои враги, даже Радж Тин получил милость, рада Шамасундера, от Шамасундера, причем они все шли в духу, Луны Мир же, сам Кришна убил, они все шли на Вакунху, мои враги уже шли на Вакунху, а еще здесь, на самом деле, и он себя так плохо почувствовал, и он сказал, зачем мне вообще жить, и он вытаскивает такой кинжал, и вонзает себе в сердце, и когда уже кинжал был, где-то 2 миллиметра от сердца, вдруг чья-то рука, она схватила его руку, и он подумал, что это за дерзкий человек, который меня остановил, и он поднял глаза, вдруг увидел, что это рука на цветах грозовой тучи, он пошел дальше, видел локоны, такие кучи реалов, и он увидел одежду желтые, и он увидел Шама Сундуру, и он упал в обрак, и кроме него это никто не видел, поэтому картина была такая, вдруг он вонзает себе в сердце, вдруг дедомонзает себе сейчас, вдруг у него из глаз слезы, вырезка, и он панель был порезать, и с тех пор произошли серьезные перемены, в Джай Синхе, он все так же выполнял свою оперность царя, но периодически, когда он видел грозовое облако, он терял сознание, когда он слышал Шамадба, он терял сознание, и вообще это было уже регулярно у него, что было связано с Криштовым, и он терял сознание, и эта история, она записана прямо в этой, там ведется такая книга, Джей Кури, которая описывает Деяльный царей, и она прямо там это записана, это история вся, и все мечи его сохранились тоже, их не показывают, да? Почему показывают? Можно увидеть, поехать туда, попытаться поднять. Ну, говорят, два метра такое, меньше, крома. Вот, такая история перекрывается в том, как Кришна отвечает своим предным в форме арча-вибрахи, то есть это, это не идол, это сам Кришна, и тот, кто действительно поклоняется Божеством, он получает дотопу, даже мы не афиты, можем получить дотопу, что это личность, это Кришна, он отвечает нам. Конечно, нам может быть еще рано, как тем браманам, слышать голос, исходящий из Божества, мы можем почувствовать, что он там, по его милости, это можем почувствовать. кто-то может сказать, но что-то вот не чувствую, что делать. Очень просто, надо начать просто служить Божеством, приносить какие-то фрукты Божествам, приносить цветы, заниматься каким-то служением, лично для Божества. И вы обязательно получите ответ, какой-то день обязательно придет ответ, и для вас не будет сомнений, потому что это Сам Господь. Что Сам Господь стоит перед вами. Я уже рассказывал, как в моей жизни это было. Дело в том, что я уже полгода жил вашими, но для меня это была закрытая такая вещь. Для меня Божества они были проявлены. Я сильно мучился этим, почему? Потому что для основных пленных они были проявлены Божеством. Они говорили, вот сегодня Божество счастлив, или еще что в этом роде. Ну, Боже мой, какой же я такой очень неудачливый, что все как-то вели Божество, а я не вижу Божества. Не вижу, что они живые. Я пытался к этому философски подходить. Потому что было жутко, знаете, вы стоите перед алтарем, и вам нужно петь для них Самсару, Харе Кришна, Киртан петь. А у вас это неприятно просто какое-то место украшено статуэтками и цветочками. Ну, красиво, да. Но чувство, что там Господь у меня не было. Это было закрыто для него. Я очень сильно страдал из-за этого, где-то полгода так. Это у меня продолжалось. Я становился перед Божествами и философствовал. Знаете, вот так вот. Я себе говорил, Бог же везде, везде, в каждом атоме, в каждом атоме. Ну, значит, он и там. Ну, правильно, уже везде. Ну, ты правда. Вот так вот я стоял, знаете, пытался себя убедить, что, ну, это там Господь. Пока не произошел один случай. Мы поехали на Санкирту, но не буду рассказывать, как мы там книги распространяли. Но это было достаточно самоотверженно. Ну, как бы, ну, я не говорю, что это наша услуга, это милость про Павел, духовно учителям и предмах. Но когда мы действительно аскетировали, очень много книг распространяли. Очень много. Там буквально нам каждые два дня в Поздном книге шли эшелонами, знаете. Мы их разгружали. Это было в Ялте. Мы их распространяли. Причем так, хотели, вообще забыли. Там спали, там чисто в этом сан, ну, в парке, знаете. Вот так мы все вещи мы складывали в этот, в автовокзале, в камеру хранения. Там, запомните, у Кришнитов код такой есть, почти у всех, К-108. Так автоматически камеры хранить. И там у нас были книги забитые. Также мы так, когда мы, надо было спать, мы туда брали спальники. Когда она была книгерская, туда и все это складывали и так далее. Купались в море, спали в этом самом, спали в парке там, причем там за ночь вас могли там раз в 20 дернуть за шипку, знаете, вы просто переворачивались на другую полку и дальше спали. Ну, как-то так вот у нас. И в основном прибережье это было Санкиртона и Святое имя. Потому что везде, везде люди, знаете, нигде пригнулся только вот только Святое имя и Санкиртон. Поэтому мы до Букова чувствовали, да, но при этом было очень сильное предание и мы очень много книг распростренили тогда. И это было две недели, вот так, и за дня в день, и за дня в день, и за дня в день, и за дня в день. И потом, когда мы приехали обратно в храм, мы, конечно, чувствовали, что мы летим. Мы как-то чувствовали милость Кришны. Я помню, мы приехали, а тогда у нас храм был, ну, так называемый, так можно было называть храм, это просто была полуторка такая квартира, там может быть 30 квадратов, в которых жило 40 человек. Можете представить, на 30 квадратов 40 человек. То есть мы настолько плотно там пожили спать, что с того, чтобы повернуться там в ночь, так сразу целый ряд с ним переворачиваемся. И вот мы приехали поздно, но где-то на балконе, мы поняли, что только на балконе можем спать, чтобы нас не разбудили. И мы встали, получается, только на группу уже. И вот когда мы пристали, мы сделали омоление, пристали на приветствие Божеству. И когда открылся алтарь, то, я вам скажу, не надо было все убеждать, что это Кришна. Вообще даже мозги были полностью расслаблены. Мы просто смотрели на алтарь, и для нас было очевидно, что там Кришна. Мы почувствовали ответ. Видно, Кришна был так доволен, что Он проявился. То есть для нас стало очевидно, что это Господь, что Он живой, что Божества, они живы. И с тех пор как бы вот это присутствовало. Поэтому это мой личный опыт, что если мы что-то замечательно делаем для Кришны, если мы служим Кришне, если служим Божеству непосредственно, обязательно потихонечку устраиваются отношения, и в какой-то момент вы поймете, что это Сам Кришна. И я рекомендую для каждого предного, если он хочет, чтобы его духовная жизнь была крепкая, то есть если нету, то запланировать нужно, чтобы у вас дома были Божества. И тогда, ну то есть в вашем доме появляется центр. Так, центр в вашем доме – это мы, вы, мы, я. То есть это центр моего дома – это я со своим компьютером, со своим тем, со своим всем. Но если мы ставим Божества, то центром дома становится Божества. Очень важно дома иметь алтарь. Если нет Божества, то хотя бы изображение, обязательно. Потому что нам нужен личностный контакт с Господом. Потому что если мы не контактируем с Божествами, мы очень быстро забываем, что это личность. Хотя бы изображение какое-то Божество. Или Кришна. Но в дальнейшем рекомендуется, чтобы каждый преданный имел дома Божества. Конечно, стандарты домашние Божества, не такие, как в храме. Это есть такой домашний стандарт, но очень упрощенный. Но если мы таким образом служим Божествам, то мы будем духовно прогрессировать, потому что мы будем чувствовать Кришну в своей жизни, Его присутствие в своей жизни. У нас дома, кто был, у нас там целая Ак-Шуухини Божеств. Там у нас и Горний Тай, и Джаганас Кабладелла Сухадра, и Лакшмин Рисимха, и Кришна Баларам. Это шелограмма такая. Знаете, есть такие проявленные Божества, это шелограммы. Это отдельная тема. Есть история, как Господь проявляется в камне. Туда не надо приглашать Божества. То есть они уже проявлены. На форме восьмерки там, в одной шелограмме две личности Кришна Баларамы. Есть у нас Божества и Джаганадхи. Есть такое Божество. Вернее, не то сказал. Есть такая шелограмм-шила Джаганадхи. Прямо шелограмм-шила. Кто-то видел шелограмм-шилы? Нет. Вот есть шелограмм-шила. Есть шелограмм-шилы там Гопал, Говинда, Маси. Вот если вы были в доме Читань Чанчан, там большой шелограмм, это Маси. Маси Адэ. Видели, да, на алтаре у него большой такой шелограмм-шилы? Это Маси Адэ. Кто поклоняется Маси Адэ, тому все шастры раскрываются легко. Ведь Маси Адэ какая лила, он же шастры дал. Надиктовал их. Вот. А есть такая шелограмм-шила, это непосредственно Джаганадха. Знаете почему? У него два таких глаз. Вот шелограмм-шилы, там два глаза. Четкие, не вот такие, не такие, вот такие. Два глаза. Очень красиво такое шелограмм-шилы. В общем, поэтому, хотя у нас стандарт очень простой такой. Когда мы услышали минимальный стандарт от нашего Грумма Хреша, потому что за стандарты нужно спрашивать от Духовного Учителя. И вообще разрешение на божество нужно спрашивать от Духовного Учителя, поклонение. Потому что именно по милосе Духовного Учителя, чувство преданного, мы можем, Кришна будет согласен принимать от нас поклонение. Это очень важный момент. Иначе это будет, иначе это будет как поклонение кучки пепла. Господь не будет там проявляться. То есть очень важно получить разрешение Духовного Учителя. Когда мы Духовного Учителя спрашиваем, минимальный стандарт поклонения божества. И он нам сказал какой-то минимальный стандарт, и у нас полезли глаза на лоб. Ну, что взять от милечки Яванова там и так далее. И когда он увидел это, он так сострадательно на нас посмотрел, говорит, ладно, стандарт ваш такой, все, что есть, то и предлагать. Вот мы этого стандарта строго следуем. Я хотела тоже рассказать вот про Бога. Вот появился он божество. И когда мы уже отдали Махамандри на реставрацию, и такая пустота сразу в доме. Я так это ощутила, что прямо я прибегаю домой, а его нет. И вот такое ощущение, что вот нет его, нет его. И даже когда я предлагаю пищу, я ему предлагаю. Все равно ему предлагаю. Мысленно. Я думаю, что он такой упитанный вообще. Вот такая. Это реально, действительно. Да, да. Поэтому для каждого придано важно иметь этот опыт в отгонении божества. Для того, чтобы духовно прогрессировать. И по большому счету, дикшер закончена тогда, когда духовно считает в отгонении божества. Хорошо. Давайте мы пойдем дальше. Потому что времени у нас не так много. Следующее у нас, это было Арчина, по доням Господу. Следующее, это вознесение молитвы. Что касается вознесения молитвы, то мы читаем молитвы, которые находятся в священных писаниях. Допустим, как мы поем «Самсара-давана ла-ли-да-лока». Это не мы придумали эти молитвы. Их дали нам Ачари. Это молитвы, которые дают нам Ачари. Шишаш-тека, потом много-много разных молитвов. Мангал, Патаран. Это то, что нам дали Ачари. И очень было приятно произносить эти молитвы, зная их смысл, зная их содержание. Очень важно. Не просто как попугай. Потому что эти молитвы были написаны с глубокой любовью по отношению к Кришне. Поэтому, когда мы читаем эти молитвы, мы с этим соприкасаемся непосредственно. Поэтому очень быстро очищаемся. Но также важны молитвы собственного сочинения. То есть очень важно даже молиться нам с открытым сердцем. Это наша личная молитва. Может быть, там есть только любви, но там уже какая-то искренность. Тоже. Так, есть два вида таких. Молитвы. Конечно, молитвы, они чаще всего являются частью поклонения Господу. Вот, допустим, взять поклонение Божеством, она все из молитв состоит. И все же, то есть, это также означает, что мы обращаемся к Господу так лично. Тоже. И поверьте мне, молитвы Божества очень могущественные. Если мы отчетно просим Божества, то это очень могущественно это происходит. Мы получаем ответ от Кришны. Конечно, если это нам не вовредит. Следующее. Это было у нас какой по счету? Шестой. Шестой. Шестой, да? Потом следующее, это выполнение, это Дасим, да? Дасим. Как у вас там переводится? Служение Господу. Служение Господу. А что до этого это не было служения Господу в качестве слуги, а что до этого мы не служили Господу в качестве слуги Шаванам, Гиртанам, Вишну-Смаранам, Бодосаеванам. Разве это не служение Господу в качестве слуги? Служение. Тогда в чем разница? Если точнее сказать, Дасим это означает выполнение практических поручений. Вот что значит Даси. Допустим, да, вот, взять нашу садхану, да, там, это всё служение. Когда мы слушаем святую имя, повторяем святую имя, читаем Шамабхат, выполняем себя Божеству, это всё служение, практическое пренослужение. Настроение слуги. Но когда говорится Даси, подразумевается, что помимо этого мы выполняем какое-то ещё поручение. Допустим, как воскресная программа, да, люди преданно приходят туда и занимаются каким-то служением, не знаю, стелить половики, там, украшать алтарь, да. Тогда как раз относится, ну, правда, украшение алтаря, это уже Арчина, да. А вот всё остальное, это на самом деле Даси. Или там договариваться, заливаться, или ещё какое-то практическое пренослужение, делают то, что для блага, для проповеди, так далее. И обычно мы это делаем, или Духовный Учитель нам даёт какое-то поручение, да. Вот это и есть, подразумевается, ну, вот это Даси. Мы обычно это делаем телом, речью, умом, разумом, вот те вещи. Телом это означает, понятно, мы тело задействуем, потому что Даси там всегда тело присутствует. То есть мы что-то практичное делаем, задействуем свое тело. Ум это означает, что, ну, мы это делаем с правильным желанием. И разум, конечно, мы сначала это всё обдумываем. Вообще-то начинается с разума. Мы всё это обдумываем, потом правильно мотивируем себя, с правильным желанием. И потом уже включаем тело. Это называется Даси. Следующий у нас какой по счёту? Сакхин. Какой? Сакхин. Восьмой, Сакхин. Это очень интересно, Сакхин. Сакхин означает, как у вас Сакхин там написано? Отношение к Господу как к лучшему другу. Отношение к Господу как к лучшему другу. Это интересный момент, потому что кто-то может подумать, Сакхин. Помните, мы с вами же проходили пять видов любовных взаимоотношений с Господу, да? Там, начиная с Шанта раса, Даси раса, Саки раса, Вацали раса и Матхури раса. И кто-то может подумать, может, тут о расе говорится? Потому что ещё раз, как там написано? Отношение к Господу как к лучшему другу, да. То есть, это не имеет в виду раса. Тут не о расе идёт речь. Потому что раса, это да, наши личные отношения с Господу. Это не о расе идёт речь. А как бы восприятие Господа как своего лучшего друга. Вообще, вот это настроение Сакхи, оно как бы делится на два таких настроения. Одно настроение такое. И то, и то, это, поверьте, это продвинутое. Первое настроение, это относится к Кришне как к своему высшему доброжелателю. Что он мой высший доброжелатель. Что всё, что он желает, это мне просто... Желает мне только добра. Это означает, что всё, что со мной бы не произошло в моей жизни, что бы со мной не произошло, я это воспринимаю как... не просто как милость Господа, что... а воспринимаю это как доброжелательность Господу. Что это всем... Это мне всё во благо. Даже самая тяжёлая ситуация я принимаю, потому что я понимаю, «Господь беспокоится обо мне». Может, я сейчас даже и не понимаю, как это плохая ситуация. По моим меркам, плохая. Плохая – это означает, где страдает моё тело, или страдает мой ум, или моя психика страдает. Я думаю, плохая ситуация, потому что страдание приходит. Но в этом состоянии, вернее, если действительно предны имеют это дружеские чувства Господа, это означает, что он понимает... Для него Господь проявлен в этой ситуации. Он понимает, что мой доброжелатель. Потому что иногда бывает такое, что когда с нами что-то может случиться, мы начинаем претензии предъявлять, да, Господу? Какие претензии? Я же тебе служил. Я же тебе сколько служил уже. Сколько я... Ну, каждый день тебе матру читают, что ты ещё хочешь. То есть, про сад предлагаю. Я и молю тебя, чтобы всё у меня было хорошо. А почему вот это приходит? Это что? Неужели это не работает? Мы начинаем так думать. Неужели... То есть, приходит нам... Самая худшая мысль, мы думаем, что это не работает, да. Что что-то тут не то. Процесс не работает. Потому что процесс работает, значит, у нас всё должно быть хорошо. Правильно же? Такое же место, что процесс работает. Если процесс работает, значит, у нас всё хорошо. А если не всё хорошо, значит, не работает процесс. Это самый худший вариант. Получший вариант, мы думаем, что все работает, просто Кришна к нам в равнодушии. Просто Кришна в равнодушии, мы в общем не благодарны. Это уже более личностный подход, конечно, уже более личностный. Но какая-то претензия в сторону Криши. Еще получший вариант, мы думаем, не, он хороший, просто я падший. Так еще есть такой вариант. Я падший, поэтому ему на меня неинтересно смотреть. Поэтому со мной такие беды и происходят. Но на самом деле все это ложь. Все это ложь. То есть Кришна у нас выше добра. Он не только наш доброжелатель, он вообще доброжелатель всех живых существ. Он желает блага всем живым счетам. А представьте бредные, которые ему служат. Потому что бы с нами ни произошло, мы поймем, что этого блага чуть попозже. Но от бредных, которые... Поэтому говорится, что вот восьмой метод пренослужения, он не для нас, не для неофитов. Это в основном повыше. Когда что бы с нами ни произошло, мы воспринимаем это как... Не просто как воля, а доброжелательность Кришны. Это сейчас я вспомнил, походу. У Матери Терезы есть такой стих, я вам сейчас прочту. Вы, наверное, знаете его, он называется «Бог сказал мне нет». Слышали? Так, где же его искать? А, вот он. Нет. Да, смотрите, нашел. Сейчас. Чтобы было понятно это настроение. Ну, это затрагивается здесь, что действительно Господь наш доброжелатель. Итак, она пишет. Я попросил у Бога забрать мою гордыню. Хорошее же желание. Настоящая же просьба. Забери мою гордыню. И Бог сказал мне нет. Он сказал, что гордыню не забирают. От нее отказываются. Я попросил Бога исцелить мою дочь, прикованную к постели. И Бог сказал мне нет. Он сказал, что душа ее цела, а тело ее лишь временно. Представьте, такой ответ, да? Я попросил Бога даровать мне терпение. И Бог сказал мне нет. Он сказал, что терпение – результат испытания. Его не даруют, его заслуживают. Я попросил Бога подарить мне счастье. И Бог сказал мне нет. Он сказал, что дает балцовение. А буду ли я счастлив от этого, зависит от меня. Я попросил Бога беречь меня от боли. И Бог сказал мне нет. Он сказал, что страдания отделяют человека от мирских забот. И приближают к нему. Я попросил Бога духовного роста. Ну, представьте, супер же пройдет. Я попросил Бога духовного роста. И Бог сказал мне что? Нет. Нет. Он сказал, что дух должен вырасти сам. А он будет лишь подрезать меня, представляете? Чтобы заставить плодоносить. Я попросил Бога помочь мне любить других так же, как он любит меня. И Бог сказал, наконец ты понял, о чем надо просить. Я попросил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня. Я попросил мудрости, и Бог послал мне проблемы, над которыми нужно ломать голову. Я попросил мужества, и Бог послал мне опасности. Бредный, простите осторожно вообще. Я вас прошу. Я попросил любви, и Бог послал мне нуждающиеся мои помощи. Я попросил Бога благ, и Бог дал мне возможности. я не получил ничего из того, что просил я получил все, что мне было нужно Бог внял мою молитву вот это как раз настроение того, кто считает Бога своим высшим доброжелателем понимаете? ни одна из молитв не была выполнена то, что он просил но он получил то, что было ему нужно Бог внял мою молитву вот так это происходит но это всего лишь один из видов вот этого проявления сахи это достаточно высоко, поверьте очевидно это высокое сознание но еще знаете, какое более высокое сознание? то есть да, высокое сознание считает Господа своим высшим доброжелателем но еще более высокое сознание это быть доброжелателем Кришны это еще более высокое сознание Не то, что он мой доброжелатель, поэтому он для меня и так далее, все, что не сделать, все вау-благо. Означает, что при этом все время настроение, чтобы Кришна получил благо. А у Кришны только одна проблема. Какая? У него проблема такая, что он беспокоен. Ну, только одно беспокойство у Кришны. То есть он беспокоится о положении обусловленных душ в этом материальном мире. Все, других беспокойств у него нет. И как правляется быть доброжелателем Кришны в этом случае? То, что преданно постоянно проповедует. Вот. Он проповедует. Мы проповедуем, если мы проповедуем. Самый лучший вариант, потому что нам Духонучитель это сказал. Но у нас еще может быть сострадание. Иногда проклевываться. И также мы... Еще хороший вариант. Мы понимаем, что да, у меня нет сострадания, но мы Духонучители и сострадаем. Это наш уровень. Это поведение хорошего уровня. А так больше мы проповедуем, потому что как-то себя как-то выразить или реализовать и так далее. Вот. Но самый высокий уровень, когда человек материнный именно этим, он просто беспокоен беспокойством Кришны. Он беспокоен тем, что Кришна больно заживется сейчас здесь, в материальном мире. И это... Поэтому говорится, что это высокий уровень. Поэтому вот 8-9, который сейчас мы прочтем, вот эти два метода предназлужения, последние, они... Мы на нашем уровне неофитов мы не можем практиковать. Мы можем помогать тем, кто это... Кто у кого есть это настроение. Вот у моего Духонучителя, предный знает, у него есть это настроение. Он действительно доброжелатель Кришны. Я могу ему в этом помочь. Поэтому я тоже проповедую. Я знаю, что у меня нет сострадания, но у моего Духонучителя есть сострадания. И так, чисто и предные, они как раз таковыми и являются. Они являются доброжелателями Кришны. И вот последнее... Последнее метод предназлужения называется «Пожертвовать всем ради Господа». Но это уже шарнагати полное. Когда мы полностью отдаёмся верховному Господу. То, к чему мы идём потихонечку. Это мы будем говорить, когда в следующем занятии, что есть шесть ступеней шарнагати. Сначала мы понимаем то, что было приятно, отвергание было приятно. Потом считаем Господа своим единственным защитником. Потом единственным благодетелем. Потом наше желание, лично от его желания, в итоге полное смирение, вот это шарнагати. И мы способны пожертвовать всем ради Верховного Господа. Без остатки. Вот это и последние два. Они... Эти виды предназлужения. Повторюсь, они уже для высокого духовного уровня. Но всё остальное, начиная с шарнагиртеном, то есть слушание, воспевание, памятование, служение стопам, служение божествам, вознесение молитвы и тасием, да, то есть выполнение какого-то практического предназлужения, мы уже можем сейчас заниматься. Чтобы тема была действительно закончена, есть примеры, есть личности, которые, занимаясь одним из этих видов предназлужения, они достигли совершенства. Потому что, в принципе, достаточно одного из этих видов предназлужения, чтобы достиг всего совершенства. У вас эти личности описаны. То есть шарванам, это махражи парикшит, когда он достиг совершенства для шарвана? Когда семь дней слушал. Когда семь дней слушал Шарман Бхагава. А киртеном Шукадрюга Свами. Когда это было? Когда семь дней рассказывал. Когда вам семь дней рассказывал Шарман Бхагава. С Мараном, это прохладный махраж. Интересно, почему Хероника Шипу не мог ничего сделать прохладный махраж? Потому что он был все время с Мараном. Потому что Господь был все время с прохладным махраж, потому что он все время помнил. Он был, как раз он этим отличился, Падацевана, ну, Падацевана, ну, чай это служение первое. Конечно, Желакшми, она все время стоп массирует его. Арчанам, тут описано, что Придху Махараджи, это Шамадбадам 4 песни вы о нем прочитаете. Ванданам, восстание молитвы, принесение поклонов, Акрура. Кто такой Акрура? Дядя. Это дядя, это дядя Кришны, родной дядя. Это брат Васудевы, отца Кришны. И как раз Акрура приехал за Кришны, чтобы увесил его в Матхуру. И когда он там вознес молитвы? Когда он в Маховешну принимал, когда он в Маховешну и так далее. И тогда он вознес молитвы. Как раз это был пик его совершенства. Дасян, самый удивительный слуга, это кто был у нас? Хануман. Это самый потрясающий. Личность. Самый удивительный, самый удивительный, как это, персонаж, да, в Игоре Господа, это Хануман. Самый удивительный. Самый удивительный. Вы знаете, да, что это частичное воплощение Шивы? Хануман. Сакьям. Ну, Акжона же, конечно же. И какие он его поручения выполнил? Главное поручение. Сражался на поле битвы Куракши. И Адмани Веданам это кто? Это Бали Махарадж. Когда он полностью отдал себя. Когда Бауан Аддер перекрыл всю вселенную двумя шагами, он сказал, ты Адмани Веданам, ты обещал мне три шага. А уже двумя шагами, у меня третий некуда ставить. Это Бали Махарадж сказал, ну, есть место. Моя голова. Наступи на мой голову. Он полностью предался. Интересно, что всем этим меданам следовал, всем этим меданам следовал Борисше Махарадж. Помните эту историю, когда была ссора с Дурвасом Муни? Не буду сейчас рассказывать. Это вы прочитаете в Шамадбат. Что Дурвасом Муни хотел его уничтожить. Вырвал шику, вернее, не шику, а волосы шики и тох-тиби-дох-тиби-дох. Швабра-кадабра-рэкс-пэкс-пэкс. И появился демон такой громадный. Который хотел уничтожить этого. Амбариша Махаража. Но его спасла сюда Шена Чакра Господа. Так вот, Амбариша Махаража, он всему этому следовал. Итог того, что этой всей темы должен быть такой. И в принципе, в самом начале этой темы мы его проговорили, что из всех видов служения, хотя обозначено, что всех достаточно, чтобы достичь совершенства, и все же какой самый главный вид при нас служит? Шрава. 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 Самый главный это шрава. Именно шрава нам наполняет нас должным настроением, с которым мы должны служить Верховному Господу. Если в нашей жизни недостаточно шрава, все у нас превратится в ритуал. Если недостаточно шрава, мы будем с вами автоматически материалистами. Но те, которые заправили Господа ради своих интересов, это происходит автоматически, спонтанно. Потому что мы спонтанно погружаемся в свои материальные желания, спонтанным образом. Спонтанно смотрим на мир через эти желания. Это наш спонтанный уровень. И для того, чтобы спрыгнуть с этой неосознанности, с этой спонтанности материалистичной, то есть должна быть достаточно шрава. Если у нас достаточно шрава в нашей жизни, мы даже, несмотря на то, что нас атакуют три гуны материальной проводы, рвут нас на части эти желания, на сто маленьких медвежат. Желания же они в разные стороны стянут, правильно же? Они нас прямо распинают. Так вот, несмотря на все это, если есть достаточно шрава, мы будем находиться на платформе чистого, приятного служения. Если достаточно шрава. Если мы выиграли битву каждодневную с умом в риме джага, мы старались слушать святую. Если мы еще часть чтения книг, у нас был Шелепру Пады, я вам скажу, вы будете просто непотопляемы. Просто непотопляемы. Как бы вас не торпедировала Майя, какими бы своими там, арсеналом, вы будете непотопляемы. Если будет достаточно шрава. Майя ничто с нами не сможет сделать. Мы будем, как Майя, просто быстро возвращаться. Это очень важный момент. Все проблемы в нашей духовной жизни начинаются тогда, когда они достаточно шрава. И прежде всего, как мы говорили уже, самая большая неудача в том, что хотя мы имеем возможность общаться с самим проупадой, если мы пренебрегаем общение с проупадой, лично общаться с проупадой, каждый день мы, извиняюсь, мы можем. Если мы это не делаем, то какие же мы неудачные. Мы же неудачники тогда. Если мы не уходим в время для общения с проупадой. Итак, то есть в нашей жизни это первый упор. Тогда все остальное у нас будет все хорошо идти. И Ачином, и Киртоном, и Падасеваном. Потому что я без этого Падасеваном. А как мы можем служить Вашнавом, если мы не наполнены Шаваном? Для нас Вашнавы, мы на них будем смотреть материалистичными взглядами. Только через Шаваном у нас приходит ценность Бхакти, поэтому мы Вашнав начинаем ценить главное, что в них есть, это Бхакти. И все остальное, оно меркнет. Все их недостатки Вашнава, они меркнет. Но если мы не делаем упор на Шавана, то как мы смотрим на Вашнава? Мы оценим их материалистично, по материалистичным меркам, их недоматериальным качествам. Поэтому мы очень легко начинаем оскорблять Вашнаву. Даже, что хуже, начинаем думать, что карми лучше, чем Вашнава. Почему? Потому что мы не ценим Бхакти. Каждый Вашнав уникален, как бы у него не было с гунами природы проблем. Но каждый Вашнав уникален, потому что у него есть ценность Бхакти. Но у нас может быть это видение на Вашнава через Бхакти, только в одном случае, если у нас самих есть Бхакти. Но что касается нас, неофитов, под нами же все время как бы палуба наш штормит. Периодически желание нас вбивает. Только благодаря Шаванам, мы можем зафиксироваться на Бхакти. И через Бхакти смотреть и на мир, и через Бхакти смотреть на Вашнава. И правильно к ним относиться. Поэтому это важный момент. Это самый важный момент. Всегда, когда предный начинает пренебрегать Шавана, все, с этого момента у него начинаются проблемы. Все. Это точка отчета его проблемы. Когда он начинает пренебрегать Шаван. Поэтому, дорогие предные, это итог того, что мы обсуждали, то, что первое это Шаван. С этого все должно начинаться. С качественного Шавана. Харе Кришна. Сейчас уже поздно.